Глава палестинской национальной автономии Махмуд Аббас во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем обвинил Израиль в многократном холокосте по отношению к палестинцам. Израиль с 1947 года до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских городах и деревнях, таких как Дейр-Ясин, Тантура, Кафр-Касем. 50 массовых убийств, 50 холокостов. Это заявление вызвало огромное возмущение как в Израиле, так и в Германии. Так, вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер заявил, что Аббас, цитата, «осознанно использовал политическую трибуну в Берлине, чтобы опорочить немецкую культуру памяти и отношения Германии с Израилем». А премьер-министр Израиля Яир Лапит написал в своём твиттере. «То, что Махмуд Аббас, находясь на немецкой земле, обвинил Израиль в совершении 50 холокостов – это не только моральный позор, но и чудовищная ложь. Во время холокоста было убито 6 миллионов евреев, в том числе полтора миллиона еврейских детей». В самой Германии резкую критику вызвали не только скандальное высказывание главы палестинской автономии, но и реакция Олафа Шольца. Канцлер ничего не возразил Аббасу и даже по окончании пожал ему руку. Стоит отметить, что заявление Аббаса прозвучало уже в самом конце пресс-конференции. Позднее официальный представитель Шольца сообщил, что канцлер на самом деле был возмущён этим заявлением. На следующее утро Олаф Шольц написал в своём твиттере. «Я испытываю глубочайшее негодование из-за возмутительных высказываний главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицания преступлений Холокоста». Тем не менее, оппозиция обрушилась с критикой на канцлера Шольца за его молчание и запоздавшую реакцию. Немыслимое происшествие в ведомстве канцлера. Канцлер должен был чётко и ясно возразить главе палестинской национальной автономии и попросить его покинуть здание. Согласно международному определению, релятивировать Холокост, во время которого были убиты 6 миллионов евреев, или же сравнивать политику Израиля с нацистской Германией, является антисемитизмом. Впрочем, и сам Аббас в среду сделал уточнение, что не хотел сравнивать Холокост ни с чем. Это самое отвратительное преступление в современной истории человечества.